Пересчитываю тут рубли, за которые меня купил Яндекс Дзен А если серьезно, то я очень давно ждал, когда кто-нибудь выпустит разоблачение на меня Ну это уже такой показатель Когда тебя особо никто не смотрит, то наверное и разоблачение никому не интересно Потому что разоблачение выпускается только с одной целью Чтобы поднять себе просмотры И на самом деле, какие-то видео про меня периодически выходят Ну то есть совсем недавно мне скинули размышления о том, как я зарабатываю от одной девочери И в этот раз речь пойдет о Игорь Кретов Потом мне скидывали видео, где человек там больше часа меня разоблачал Но все разоблачения там были такие, высосанные из пальца И вышло оно после того, как я написал, что заработок у меня упал И его выводы были о том, что заработок у меня упал только потому, что я в инстаграме голые фотки выкладывал Ну то есть размышлять на эту тему в своих видео с серьезным лицом было как-то не камильфо И видят, что в открытом доступе у него не совсем он одет Да И поэтому и снимать видео о разоблачениях не было никакой возможности Зарабатывать на ютубе И он мне говорил, что не стоит на это все обращать внимание Потому что когда снимаешь про людей такие видео, то повышаешь их популярность Но от задавок мне интересен, если честно Да плюс в комментарии, если почитать, там можно увидеть следующее Кстати, как я знаю, он просматривает ваш канал Так что будет интересно узнать его реакцию В общем, в этом видео немного про мою реакцию Про те обвинения, которые выдвинули в мой адрес И как я буду оправдываться А это Кретов, подписывайтесь на мой канал На инстаграм, тоже подписывайтесь Погнали! В общем, как я буду оправдываться? Да никак не буду Я вам просто прочитаю те обвинения, которые там, скажем так, выдвинули в мой адрес Ну и вы сами подумайте и сами решите Вот, ну поехали Типа у Яндекс.Зен сменилось руководство Не готов сегодня разбрасываться какими-то прогнозами, которые я боюсь не выполнить Вышел Ренат Низамов, пообещал всем золотые горы И вот, узнав эту новость, Игорь Кретов выпустил видео Целые 10 минут 46 секунд Он как собачка прыгал на задних лапках Тряс головой, искренне радовался новому руководству Всячески хвалил и обхаживал Рената Ээээ, я всячески хвалил и обхаживал Рената Да я про него вообще там, как про человека, ничего не говорил Я говорил о том, что то, что он обещал, очень хорошо И если это сбудется, то будет классно А сбудется ли это или нет, мы посмотрим в дальнейшем Ну опять же, вы сами можете сделать свои выводы В подсказках я прикреплю видео, где я всячески хвалил и обхаживал Рената И не только это Теперь все будет у нас хорошо, говорил Игорь Кретов Пришел новый самый лучший дядя на свете И он нам всем поможет Игорь захлеб хвалил нового руководителя И Дзен это оценил Я взахлеб хвалил нового руководителя Да серьезно, что ли? И в качестве неопровержимого доказательства В этой статье привели комментарий Где я якобы признал, что мне там заплатили, не заплатили, купили, не купили Ну не суть Такой комментарий, кстати, действительно есть под этим роликом Я агент Яндекс Дзена, хорошая работа коллега Ролик нам всем понравился Я ответил ахаха, рад стараться То есть, по мнению автора, я договорился с новым руководством Яндекс Дзена Чтобы выпустить для них хвалебный ролик Они посмотрели ролик, он им понравился И они в открытую на стене прямо так мне и написали Что да, нам всем понравилось, ты молодец Жаль, только чеки об оплате моей работы не прикрепили на стене в комментариях Ну да ладно Игорь кокетливо посмеялся, как будто не понял, о чем речь Но на самом деле он все понял И теперь Игорек может не бояться, что его лишат привели легии лояльных блогеров Вот только будет неудобно, если старое руководство вернется обратно И Игорю придется делать новое хвалебное видео То есть, в его понимании сейчас пришло новое руководство Которое сместило старое руководство И я договорился с новым руководством И теперь я стал лояльным блогером Которому будут платить там большие деньги Но, к сожалению, в комментариях некоторые усомнились в обоснованности данных обвинений Вот что можно прочитать там Начинайте, закидывайте помидорами Даже не дочитал до конца Кретов блатной Выпустил хвалебное видео Да я вас умоляю А просто мысли о том, что человек может иметь свое мнение Не приходило вам в голову мистер или мисс аноним Счеты сводите, что ли, личные Автор статьи И да, хотя бы название канала начните писать правильно Дзенофоб Или вот Мне кажется, тут немного паранойи попахивает По диагонали дочитал до скрытых комментов и привет Не все так просто Вот Дзенофоб тоже иногда пытается стать лояльным Причем не в первый раз Вот сегодняшняя его попытка Ему льют в уши елей менеджеры и прикормленные блогеры А у Низамова просто нет времени разбираться во всем самому Звучит как царь хороший, бояре плохие Но на сегодня у меня сложилось именно такое мнение Уж лучше бы Дзенофоб как-то определился ругать ему Дзен Или подлизываться Прочитал про Кретова Впал в шок Нет, конечно, любые теории имеют место быть Но другой вопрос, что у него в видео часто была именно критика Дзен Как по мне, его причастность вы немножко высослили из пальца И мхло Тут ответили, что единственная критика моя Это плохая техподдержка и заимствованный контент На самом деле это не так Очень много у меня видео есть с другой критикой Яндекс Дзен Но не в этом суть Просто мне до сих пор непонятно, как у них в голове уживается эта теория В связи с тем, что с одной стороны я вроде хвалю Дзен С другой стороны я вроде ругаю Дзен При этом я еще и хвалю Пульс постоянно И вот насчет критики Пульса У меня не было еще ни одного серьезного видео Где я прям критиковал Пульс Это есть и на других платформах тоже Я часто показывал видео, где я нормально хорошо заработал на Пульс Где выводил доход с Пульса И по их логике получается что? Что я работаю и на Дзен, и на Пульс Единственное, наверное, видео, где я не очень хорошо отзывался о Пульсе Это вот видео с падением там доходов Так что, наверное, стоит определиться, кому я продался То ли Дзену, то ли Пульсу Но автор этой статьи уже всех раскусил По его мнению, старая система Нирвана больше не работает А платят только лояльным блогерам Никто вам не будет начитать хорошую зарплату за то, что вы в Нирване Эта система трансформировалась в негласную программу лояльных блогеров Которая, по сути, является вообще отдельной программой У Дзена есть целая ниша работников, которые занимаются только имиджем площадки И больше ничем Основная задача этих работников заключается в том, чтобы следить за блогерами Которые делают контент про Яндекс.Зен Я, кстати, заметил, что раньше на мои видео Яндекс.Зен вообще их никак не комментировал А сейчас стали появляться какие-то комментарии от самого Яндекс.Зена То есть от их поддержки или, может быть, от какой-то команды Да, тут я отрицать не буду Скорее всего, у них какой-то появился отдел Который вот занимается тем, что отслеживает реакции в интернете И это нормально Как бы когда я работал в компании крупной, то я сам состоял в таком отделе, который занимался и СММ-продвижением и ответом на негативные комментарии У крупных компаний такие отделы действительно есть Только вот дальше начинается откровенная ересь Работники имиджа следят за такими блогерами и особенно успешных поощряют Таких как Кретов, например Естественно, делается это не просто так Между лояльными и Дзеном существует договор Блогер обязан снимать положительный контент и всячески побуждать аудиторию писать статьи на Дзен А взамен такой лояльный получает все привилегии, которые существуют на Дзене Список известных мне лояльных блогеров Ну это как бы уже все безапелляционно Известные лояльные блогеры И давайте посмотрим Кретов, Савинов, Максим Филин На самом деле из данных людей я знаком только вот с Максимом И то потому, что он приезжал в Петербург И мы с ним увиделись там Посидели в кафе, поболтали Ну и мы с ним записывали одно совместное видео Среди этого списка выделяется Кретов Это самый известный гигант Среди блогеров Ютуба про Дзен У Кретова целых 24 тысячи подписчиков А его видео собирают космические 2000 просмотров Космические 2000, господи, 2000 просмотров Дальше идет рассуждение о том, что на лояльных блогеров Ну то есть на меня тратятся просто огромные космические деньги И вообще не понимаю, почему я в комнате в коммуналке живу Такие ведь деньги по 5000 в день вывожу Так вот Совершенно очевидно, что такие траты денег на лояльных Просто не оправданы с точки зрения выгоды Логики и здравого смысла Мне кажется, твой текст не оправдан с точки зрения логики и здравого смысла Зачем платить сказочные деньги Кретовым? Я не против, платите Тиктокерам, лояльным блогерам У которых максимум 1000 просмотров на видео Если за те же деньги можно было бы купить рекламу у самых топовых ютуберов У которых миллионы просмотров Такая реклама работала бы в разы лучше и эффективнее Но суть даже не в деньгах, которые платят лояльным А в деньгах, которые отбирают у качественных блогеров Да я согласен, чтобы у качественных блогеров деньги не отбирали Платите качественным блогерам И отдают некачественным Мне точно не отдают Но ты же не веришь Ну и ладно Я не пытаюсь сказать, что эти лояльные делают плохой контент Они вообще контент на платформе не делают Контент про дзен по сути контентом не является Можно ли себе представить, чтобы... Ну это ладно, не очень интересно Потом сами прочитаете Вывод-то у него какой На дзене единственный способ заработать Это стать лояльным И весь свой контент делать вот про это Сама площадка от этого теряет деньги Аудиторию на ней нет хорошего контента и не будет Поскольку за контент не платят В общем, какой-то неизвестный автор Который так и пожелал остаться неизвестным Написал вот такую вот статью разоблачительную Ты что, больной или ударился? Выложил ее на канале дзенофоба Дзенофоб ее одобрил и разместил у себя Зачем, не знаю Не знаю, верит ли он сам, что я там лояльный блогер Яндекс.Дзена Который получает бешеные деньги Да мне в принципе и все равно Что я сам хочу сказать Когда смотришь Дзен понедельники То там рассказывают, как все замечательно Все хорошо Это не только ваша боль Это и моя боль И хоть я за эти вот бешеные деньги Которые мне якобы платят Должен сейчас хвалить дзен Но тем не менее Дзен рассказывает, как все замечательно, хорошо И это часто не оправдывается Я с этим согласен Многие обещания так и не были реализованы Но сама вот эта атмосфера Она настраивает на такой лад, что все будет хорошо Когда читаешь канал дзенофоба Он рассказывает о каких-то теориях заговора О том, что все плохо, прям ужасно А истина, она обычно посередине Так что я рекомендую просто иногда смотреть Дзен понедельники А иногда читать дзенофобу Дзенофоба в целом неплохой канал Часто там встречаются интересные мысли Часто то, что он пишет Это действительно имеет место быть Иногда, правда, слегка гиперболизировано Кричать, какой он там плохой и нехороший Я не буду Отписываться от него, естественно, тоже не буду Мне, в принципе, интересно его читать Что касается вот этого анонимного автора Который разместил статью на дзенофобе По его мнению, там, если сейчас старое руководство дзена вернется То должен буду записывать еще и им хвалебное видео И этим я записал хвалебное видео За это мне там будут платить какие-то бешеные деньги Бешеные деньги не платят, скорее даже наоборот Последнее время, да те, кто за мной следил и со мной общался Они знают, что я говорил, что на дзен я пишу очень редко А на пульсе стал писать часто Потому что пульс мне просто больше денег платит за мои статьи на данный момент Хотя с падением доходов на пульсе я стал писать чаще и на Яндекс.Дзен Но всего лишь на одном канале Потому что на все каналы просто не успеваю еще и видео записывать И несмотря на то, что он считает, что я там должен кому-то хвалебное видео записывать Что у меня там какой-то договор с Яндекс.Дзеном По которому я должен эти хвалебные видео регулярно выпускать Блин, ну, те, кто будут дальше смотреть и не поверят во всю эту обду Убедятся, что я буду так же, как и раньше За что-то хвалить Яндекс.Дзен За что-то ругать Яндекс.Дзен За что-то хвалить, за что-то ругать И критика моя будет не только про техподдержку И критика, кстати, и была не только про техподдержку И, кстати, при чем здесь техподдержка? Я всегда говорил, что у меня появилась проблема Мою статью забанили Я написал техподдержку, они не смогли нормально ответить. Проблема в данном случае была не в техподдержке, а в том, что я говорил, что алгоритм Яндекс.Зен плохо работает, они банят статьи, которые не должны были банить, они банят по абсурдным обвинениям. Тут проблема не в техподдержке. Я просто в видео акцентировал внимание, что техподдержка с этим никак не разбирается, а проблема-то сама не в техподдержке, а в алгоритмах и вообще полностью в той системе, которую выстроил Яндекс.Зен. И в этом якобы хвалебном видео я говорил, что проблема действительно есть у Зена, и они обещали ее решить. И я думаю, что результат этой работы вы все заметите уже в ближайшие несколько месяцев. Ну, собственно, в подсказках это видео я прикрепил, можете посмотреть и составить свое мнение. Ну а я, ну а что я? Захочу, похвалю Яндекс.Зен, захочу, поругаю. Придет старое руководство, придет новое руководство, да мне вообще пофигу. Ну, как говорил то, что думаю, так и буду говорить, что думаю. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока.